привет осознанные с вами программа перезагрузка с марией сабуровой я мария сабурова экстрасенс мастер работ бессознательным сегодня мы поднимем такую важную тему как женщина и роды женщина в период беременности женщин после беременности женщина в период декрета что с ней происходит в плане телесном эмоциональном как и уберечься как и быстро становиться и в этом всем нам поможет разобраться надежда рассохина мастер телесных практик массажист парапсихолог надя привет скажи пожалуйста нам самого начала вот женщина забеременела что с ней происходит в плане эмоциональном как ей удерживать вот этот психический баланс если девочки рожали или будущие мамы ну те кто рожали понимают как шатает психику как иногда бывает непросто как бывает непросто после родов вот эти вот типа послеродовые депрессии и все прочее самого начала пожалуйста ты как человек разбирающийся в теле я думаю нам поможешь в этом разобраться я считаю что в первую очередь женщина которая беременела должна подумать как раз ну вот я расскажу с точки зрения энергетики то есть все знают с точки зрения там финансов времени то есть женщина должна понимать что в ее жизни теперь большое место будет знать ребенок и жизнь сильно изменится то есть большая часть ее энергии пойдет на ребенка и она будет выражаться во времени в деньгах в усилиях там в ее сне то есть ну то есть она должна понимать что большая часть жизни и и будет посвящена ребенку и при этом женщина должна понимать как она будет сама наполняться в этот период что несмотря на то что у нее есть свои обязанности там материнские как супруги она должна понимать что она как она будет сохранять свою энергию чтобы собственно в доме было все в порядке с ребенком тоже и то есть здесь не нужны как раз никакие советы чужие здесь нужно чтобы женщина понимала свою суть и свою природу то есть если извини перебью немножечко уточню для телезрительниц имеется ввиду что когда женщина беременет все ее внимание уходит на ребенка и она не уделяет у нее не хватает сил на мужа на работу и на все прочее и то есть даже я делаю для того чтобы ее хватало везде до чтобы я хватала везде потому что она даже себе допустим вначале она же не представляет ну сколько это будет отнимать и чего то есть что она потеряет именно вот и поэтому она понимать в природном плане то есть если она допустим до этого очень много общалась то есть у нее был большой широкий круг общения она должна подумать как она в период беременности и вот первых лет жизни ребенка сонит это общение то есть в каком формате если она много передвигалась путешествовала чтобы она подумала как она может сохранить вот эту возможность там в другом формате но все же наполнять себя то есть подумать именно сделать максимально чтобы жизнь не изменилась прямо ну вот резко кардинально потому что женщины вознимают что все сейчас во первых я гипер ответственно я не могу это ну никуда деться от этого и как бы как будто бы выхода нет то есть и вся вся жизнь посвящается ребенку вот чтобы она подумала как она может прежнюю жизнь вот то что ее наполнялась прежней жизни перенести уже вот свое новое качество свой новый статус то есть это после родов но это даже в период беременности после родов то есть да больше конечно вот после если не будет хотеться тоже самое делать но если не будет так прекрасно то есть если не знаю очень многие женщины получается в декрете они понимают что то есть они хотели бы не знаю там рисовать то есть у кого-то открываются таланты у кого-то открываются свои там ресурсы это прекрасно то есть но тоже чтобы я знаю женщин которые допустим очень творческие и вот интровертные и творческие и то есть все что им нужно для наполнения чтобы их оставили наедине с собой и они вот прям настраиваются на свой канал и творят и и супер наполнение происходит то есть они понимают что они живут для чего они нужны и по прекрасно идут к семье и к ребенку но когда там допустим в такой ситуации когда у них там допустим трое детей там и муж и и если те кто дома не понимает что насколько это важно то все обязанности становятся очень тяжелыми то есть их просто ну физически тяжело выполнить но достаточно одного часа оставить ее наедине в творчестве и она потом опять как заряженная батарейка может бегать творчество имеется ввиду что вообще в принципе какое-то дело которое она творит в одиночестве да сама собой для себя просто вот кому-то нужно остаться одному кому-то нужно я не знаю час погулять на улице без всех кому-то нужно час поболтать с подружками то есть всем по-разному кому-то нужно час сходить в кино получить там не знаки это эмоций новых смотря какая структура у человека чтобы человек понимал что для него важно и смог объяснить это своим близким но хорошо и это сделать то есть вот настраиваться медитировать и именно погружаться именно в свои нужды есть именно отстраниться от обязанностей что я должна там и так далее то есть все очень много допустим читает книжек как ну очень многие женщины беременны то есть там как ухаживать за ребенком что правильно что неправильно куча форумов и куча информации и забывать что ребенок это ну это их ребенок и он будет абсолютно может быть индивидуально непохожим то есть если не считали что он там спит по часам он может вести себя абсолютно по-другому вот и то есть она должна настраиваться именно на то что есть то что есть сейчас в ней в моменте в настоящем и какие ее желания истинные и прямо сейчас и настраиваться на эти желания которые ну чтобы чтобы они реализовывались и так же ребенок в это время как раз и получает самую вкусную счастливую маму то есть секрет в том чтобы настроиться на себя на свое тело на свои чувства на свои эмоции и понять что сейчас происходит то есть какой какая нужда менее всего наполнена но при этом уже очень сильно сигналит то есть если у вас и не знаю там валится посуда из рук что-то не получается и вы чувствуете постоянное раздражение то есть возможно это просто накопилась какая-то нужда и нужно оставить суду просто спокойно сесть и послушать себя что внутри потому что чем сильнее женщина чувствует что у нее внутри тем и яснее она сможет ну как бы это и выразить и объяснить и осуществить и как бы тем быстрее атмосфера в доме наладится на на позитивную как я всегда люблю повторять своим клиенткам если женщина несчастлива она уничтожит всю свою семью хорошо я бы хотела вот у тебя такое выяснить как в плане энергетики что женщина и происходит во время беременности во время родов как у нее меняется тело что то с ней происходит именно на физическом плане всем нам понятно что там происходит ну более-менее да даже кто не рожал все равно гормоны лишние килограммы все это восстанавливать надо здоровье у многих да там шатается но в плане что все же витаминки уходит ребенку как на энергетическом уровне что женщины происходит именно психоэмоциональное состояние вот в плане психоэмоциональном то есть сама по себе беременность то есть это как бы женщине дали то есть мужчина дала и семья силу женщина эту силу трансформирует то есть по сути женщина как бы как бы суть земли женщины матки там хоть на всех уровнях смотрите с разных расов это увеличение то есть энергетика женщина увеличивается и опять же каждая женщина индивидуально и каждая беременность индивидуально и поэтому нужно смотреть что увеличивается бывает что увеличиваются и нужды женщины и желание женщины то есть беременность это прекрасная возможность как раз когда происходят все эти увеличения узнать какая я допустим женщина же в плане до физики она ведь остро чувствует что конкретно она хочет кушать данный момент то есть организм четко и читается ну вот но при этом в обычной жизни нам жить тоже надо плюшиваться что мы хотим кушать данный момент ну вот серьезно то есть вы же тоже каждый раз спрашивать себя что же я сегодня хочу так вот женщина беременная из-за того что у нее энергия увеличена то есть она четко это сразу сразу знает то есть эта мысль не дает ей покоя пока ты не съест то есть организм требует и точно так же во всем остальном то есть от увеличения получается она лучше может понять себя лучше может то есть если до этого там она жила в голове и что-то происходило там на работе имеется ввиду от ума а не по сердцу да то есть она ну могла забывать что хочет ее тело а как раз беременном состоянии она может и нужды тела все почувствовать и эмоциональные какие-то нужды почувствовать и вообще вспомнить что же хотела она вот и поэтому бывает что даже когда женщины планируют беременности то есть у тех кто у кого очень много стихий воздуха это вот менталисты те кто умом очень сильно живут то есть и у них если у них мало земли то для них беременность становится чем-то страшным потому что получается здесь умом ничего нельзя решить здесь все решает тело и как это довериться телу земле и просто ну оставаться с собой продолжать быть собой когда ты как будто бы не можешь контролировать и и потом это происходит из-за того что люди забывают что тело есть они тоже то есть тело это ваша часть не оболочка это вы оно неспроста именно такое у вас то есть поэтому во время беременности как раз ну прекрасная возможность узнать себя новую на этом как раз вполне увеличение если всплывают какие-то как раз я не знаю неразрешенные эмоциональные проблемы или какие-то там по здоровью вещи то есть там и сабы места тоже все сразу высвечиваются то есть сразу видно когда нагрузка на организм сразу видно где где пробелы и то есть во время беременности есть сила как раз их быстро разрешить то есть это я советую всем чинам поработать именно с гинекологами и психосоматиками если есть какие-то проблемы то есть люди которые комплексно решают какие-то вещи именно по телу то есть и с эмоциями тоже вот это ну как бы вообще классный шанс то есть для многих женщин это вообще как инициация беременности рода и то есть выйти для себя в новый уровень и улучшить качество на свою жизнь то есть получается у женщины во время беременности все ее сознание погружается в физическое тело получается ну физическое тело и просто внимание переводится больше как бы внутрь себя получается да там становится больше энергии внимание там само идет туда то есть если что-то не так и где-то где-то есть пробелы то там такие органы болят допустим или там ну вот сразу видно слабости со здоровьем где и как проявляются поэтому конечно внимание идет туда когда ребеночек уже появился на свет в этот момент что женщины происходят какие восстановиться потому что очень же много все читали и я думаю проходили и я одна из них когда было очень тяжелое психическое состояние именно ну что там депрессия до после родовая как это называют хотя в депрессии я не особо верю но все равно состояние было не айс скажем так не самое позитивное было плохо и физически и морально то есть тяжело почему да потому что получается что с точки зрения энергетики то есть время беременности энергия увеличивается и во время родов когда женщина рожает ребенка то на тонком плане то есть там ее тела тонкие или аура то есть называйте как хотите то есть энергетика просто разрывается чтобы ребенок появился на свет и раньше и во всех традициях мира и у нас раньше то есть повивальные бабки они не просто роды принимали они женщину еще закрывали после этого и во всех традициях мира тоже есть такие обряды когда на тонком плане женщин уже закрывают я провожу тоже такие вещи и женщин призываю приглашаю к тому чтобы они будут с тобой в следующий раз рожать но не рожать то есть я вот когда прошу цикл уродов я помогаю женщине как это и отблагодарить свое тело за эту потрясающую работу появление человека на свет и при этом настолько себя поблагодарить и но закрыть вот эти вот пробелы и чтобы вот цикл закончился чтобы женщина снова стала целой и ее то есть получается когда женщина ну не закрыта и после родов очень много ее энергии просто просто вот выходит как будто у вас дыра на тонком плане и и жизнь сильно поменялась и при этом силы как будто бы это ну вот просто сливаются да она очень много получает энергии от ребенка ну как бы вот от этого взаимодействия материнства любви там огромное счастье но при этом на тонком плане как бы силы уходят и начинаются очень сильные как раз попады эмоциональные перепады то есть ну как нехватка чего-то вот когда происходит как раз это закрытие тогда ну как завершается цикл то есть как это происходит это сначала принимается ванна с травами и здесь нужно понимать что это как ну такой акт любви к своему телу благодарности потому что очень многие женщины они чувствуют себя ну как униженными и ну как оскорбленными после родов потому что вся медицина в цикл телу как к оболочке не учитывая эмоциональное состояние женщины что очень важно потому что то есть если ей плохо эмоционально телу уже будет плохо если она боится родов то роды пройдут ну тяжело то есть чем сильнее женщина расслабиться и довериться своему телу и будет с ним соединена и понимать что именно с ней происходит они не отправлять всю ответственность на врачей тем ну лучше пройдут роды потому что женщина которые пугаются они говорят ну вот сделайте что-то ну ну то есть вы же врачи сделайте так чтобы он появился я в этом не участвую я передумала рожать и домой пойду да есть есть реальные течения с капельцами иду я домой понятно что деваться некуда но это получается женщина уже к самим родом подошла с тем что она отрицает свое тело то есть при этом она ну как бы из тела рождается другой человек поэтому это очень важно и и я опять же настоятельно призываю уважать свое тело любить свое тело соединяться с ним понимать его нужды и как бы даже если врачи не понимают да если ваши близкие не понимают какую работу сделала ваше тело важно чтобы вы это понимали вы давали этому внимание и как раз вот это закрытие после родовое это как вот закрытие цикла то есть женщина получает очень большую любовь и поддержку в этот момент то есть это ванны с травами которые ну вот очищают завершают и при этом после идет такая практика закрытия то есть она делается шарфами как вот ну закрытие то есть и неважно даже как проходит эта практика важно то есть там нет это все мягкие мягкие техники абсолютно важно то какая любовь идет вот от тех кто делает то есть я это делаю действительно я тело люблю и уважаю женщин и вот это вот благодарность телу и любовь и эмоциональная поддержка женщине потому что оставаясь в семье после родов на самом деле многие женщины пытаются от мужчины получить вот это вот поддержи меня дай мне а мужчины и в этот момент если у женщины идет такой отток энергии а мужчины то есть если женщины вы мод в эмоциях в сердце мы плюс у нас очень много эмоциональных сил у мужчин это минус то есть у них нет стой энергии они бы рады они любят и они готовы по-мужски помочь то есть там не знаю денег дать я не знаю там ребенком посидеть если не готовы решить проблему но именно эмоциональных сил бывает что у них просто нет они бы рады но у них нет и поэтому очень важно как раз вот это вот общение с женщинами которые не как бы не в депресснике и не от того что там давай мы делим поделимся там знаю своими проблемами и вот переливание негатива ну просто вот каких-то вот этих пересудов пустых абсолютно а именно эмоциональная поддержка сердечной женщине благодарность и ну вот принятие что признание и что она действительно сделала огромную работу огромный труд эмоциональный физический духовный энергетический и поэтому она заслуживает благодарности большое тело и вот это ну не знают какое-то женское сестринство и женская поддержка но настолько поддерживает что женщины появляется ну вот это вот пространство вот это вот земля становится какой-то вот для нее основой что все в порядке с моим телом все в порядке и появляет к надежность уверенность внутри и как вот сердце это как пространство любви и женщина когда вот в этом обряде в этой практике окутывается этим пространством любви она становится понимает что она делает счастье что жизнь наоборот наполняется и дальше будет только лучше и у нее появляется как раз вот это вот пространство силы и объем чтобы позаботиться о своем ребенке максимально и там получается когда у нее просто пространство любви и ребенок это чувствует он спокойно спать он будет хорошо кушать он будет абсолютно спокоен потому что у мамы есть вот это вот уверенность внутри у нас к сожалению очень многие женщины нуждаются в том что все очень многие роды проходят если уж там еще были травмы или это было кесарево или еще что то то есть это женщины выходят поломанными и они тут должны получается выдать ребенку очень много энергии а при этом ну их нужды то есть их никто не признал что они сделали действительно потому что рожать это нормально все рожают подумаешь да там раньше типа в поле вышли родили то есть все люди забывают что мы не раньше мы сейчас живем то есть женщины то есть нужно быть очень социальными чтобы обеспечить свое выживание и весь мир же построен по мужскому принципу и поэтому женщине ну сложно вот так вот расслабиться действительно стопроцентно знать что ее хочет ее тело и быть абсолютной то есть если вы то есть я к мужчинам обращаюсь если вы хотите от женщины чтобы она стопроцентно знала что как бы ей нужно тогда ну помойте ей давяйте пространство пусть она ходит на массаже пусть она расслабляется общается с подругами пусть она тоже будет наполненной с позитивными подругами с позитивными да но это тоже кстати вот проблема но вот я то есть к женщинам обращаясь хочу сказать что идите туда где женщина как раз эмоционально наполнен это могут быть не ваши близкие продруги и там не ваши родственницы то есть там вот ко мне можете приходить я как раз но уважаю понимаю и вот ну даю эту поддержку сильно или другим любым женщинам которые как раз наполнены и которые ну вот хотят вам дать то есть у них есть эмоциональное поле любовь у них есть что вам дать а вот женщинам которые как раз обычно это происходит когда женщина оказывается один на один с этой проблемой она идет на форумы или где вот еще тысячи таких мамочек которые у которых еще больше отписываются те формах уже у которых к там ну конкретно их прижала и получается этого но страх на страхе потом еще на страх и еще на один страх и потом женщина выходит с такими глазами с этих формов и получается что никакой поддержки она не получила и только слив энергии ты знаешь возможно это мой фокус внимание люблю инстаграм да я зависимая ну ладно все все мы же любим инстаграм да там я очень часто натыкаюсь на таких позитивных матча которые путешествуют и в социуме и пять детей у них и с мужем все в порядке мне кажется вот ну на таких можно до внимания обращает то есть они все равно заряжают да конечно то есть это не форум я про ни разу не бывала но своих подруг слышала они причем отписываются моментально тоже это да на на позитивных женщин стоит настраиваться но помнить что если вы будете делать как она еще не факт что у вас все будет позитивно то есть понимать что вот если удалитой женщины путешествовать это круто то для вас вот это вот это может быть огромнейший просто стресс то есть вам может быть круто вот почитать книжку одной пару часов и вы просто будете счастливы то есть опять же соизмерять это со своим но и конечно учиться водка если вы чувствуете не знаю у какого-то блогера что резонанс что вы вы так вы так ну как бы вы бы так же делали то конечно это вы получается настраивайтесь на ее канал на ее энергетику и собственно сами можете заряжаться даже просто смотря это видео надя я хотела еще такой вопрос немаловажно и задать смотрим во время родов во время беременности женщина получает очень экзистенциальный опыт то есть мужчина к сожалению вам это не понять но вам ваша женщина может передать взаимодействуя да с вами все эти вещи но не все не понять однако я от тебя как раз таки и же слышала что если женщина не рожает сама а у нее кесарево сечение что не так смысле с ее энергетикой потому что я знаю что большая разница именно именно даже ребенку передается кто кесарево кто сам родился то даже психологи я знаю сразу спрашивает как рожали почему да для женщин конечно это это большая травма то есть я сразу скажу что кесарево это для женщины большая травма потому что любая операция когда вас разрезают разрезает вашу энергию тоже то есть на тонком плане то есть если физически разрезают на тонком плане вас разрезает однозначно и и получается что когда что не рожает естественно то есть она не получается не проходит все стадии до конца и как будто у нее не было возможности вот этого ну выдоха реализации вот этих родов и на этом она начнет эту травму когда ее перерезают отрубают а это а матка для женщины это как бы ну сосуд ее энергии самый главный извини пожалуйста перебью я вообще этот вопрос еще задала девочкам которые сознательно вернее тебе задала вопрос для того чтобы девочки некоторые сознательно идут на кесарева боясь рожать вот прямо нет вот потому что те кто даже вот ну боясь кесарева то есть те кто кто боится рожать то есть это женщины как раз которые боятся что их тело не сможет оторванность от тела и они считают что ну вот как раз вот врачи помогите но поймите что после кесарева вы будете еще сильнее оторваны от себя это как бы будет прямо такой удар после к ну очень сложно как сказать женщина конечно этот вопрос заминает и он как бы очень как сказать но в современном обществе кажется что ну вроде чего такого подумаешь ну ребенок же здоров все достали все хорошо но когда как раз делаешь глубокие практики женщины или вот работа с животом то есть это становится или боком или травмой или психотравмой и очень такая ну пласта женской энергетики просто замораживается очень очень сильно потому что но там очень связано очень много боли потому что когда женщина погружается честно в себя вот в эту ситуацию она ненавидит этих врачей вот поверьте потому что если она почувствует что это да и и отрезали от своей энергии это все равно что как бы вот вам руку не знаю отрезать и пришить вам бы наверно не понравилось это точно так же то есть вам разрезают вас отрезают от матки потом зашивают это не может быть позитивным никогда и те кто планирует кесарева ну я призываю к тому чтобы если есть возможность не делать не делали но опять же чтобы женщины у которых есть кесарева не брали за себя но чувство вины на себя за это то есть вот у многих женщин за роды огромное чувство вины потому что там или прошло с травмами или там не знаю то есть она так рожала что там ребеночка что-то повредилось вот я считаю что каждый ребенок выбирает свои роды сам вот какие они будут даже если это с травмами даже если это кесарева это он выбрал он выбрал такой путь поэтому он выбрал так прийти в мир с этими травмами с этими уроками с этой обусловленностью поэтому женщины как бы я призываю чтобы они отпускали это чувство вины а со своей стороны делали все что они могут сделать для того чтобы это было естественно для них чтобы это было без шрамов порезов там разрывов и всего остального что-то мне тут прямо вопрос в голову пришел про аборты когда женщина делает аборт мы здесь сейчас не будем затрагивать что с душой происходит который обратно уходит да именно что женщины происходит в плане энергетики когда она делает аборт что-то вот у меня прям это тоже это так же как но остается огромной травмой то есть это матка это все помнит женщина это тоже никогда не забудет женщины то есть говорю это опять же соединенность с телом да вот со своей женской энергией и отсоединенность то есть все по-разному там относятся к абортам но даже те кто там делали и понимали там допустим для себя в мозгу оправдали это что что ну так ситуация такая была если ну в память тела погрузиться это большая травма это большой блок трагедия и ну вот это то с чем надо как раз ну вот работать вспомнить чтобы это разморозить и чтобы это отпустить потому что там и чувство вины как раз вот это вот и что как бы я не смогла то есть это все равно ответственность и все вот эти травмы аборты кесарева даже секс когда женщина не хотела это тоже травма ну то есть допустим она согласилась но допустим головой головой а там надо было ситуация такая а телом не хотела это тоже остается травмой матки и вот поэтому все женские практики как раз там на матку и так далее на женственность они не для того чтобы женщина там ходила ну вот я считаю что правильные практики не для того чтобы женщина находила в эйфории как будто у нее там не знаю каждый день эволюция она такая вся такая не знаю бабочки вокруг нее летают птицы сами прилетают и она тут это самая желанная страстная хозяйственная девочка там и королева и все в одном флаконе это о том чтобы как раз все все эти травмы посмотреть и освободиться от них потому что женщина с этим ходит всю жизнь то есть и с абортами и с этими нежелательными связями потому что ну для женщины то есть получается матка это как раз котел ее энергии и получается что чем больше в этом котле как бы яда дегтя и всего остального чего она не хотела тем ну что она будет варить подумайте об этом то есть что в этом котле потом свариться не будет ли это ядом то есть ведь женщины допустим потом допустим отказываются там не знаю сознательно от от отношений с мужчиной то есть им классно одним потому что ну может быть были аборт или нежелательные связи или того то есть эти травмы остаются подсознательно на теле мне кажется в нашем мире нежелательных связей более чем достаточно да то есть это как бы вот на всех уровнях то есть от нежелательных связей до кесарева то есть это какие травмы женщина получает как раз вот матки вот и работая с женщинами вот я работаю еще с женщинами сексуальных энергий индивидуально то есть помогая раскрыть то есть мы часто как бы тоже выходим на эти травмы то есть когда по сути по сути происходило для нее противоестественное но из-за того что она была оторвана от своих нужд и желаний что действительно она хочет то это было как становится травмой потому что ну кесарево и любая хирургическое вмешательство она противоестественна да она бывает необходимо но нужно понимать что потом ты будешь делать усилия чтобы с этим опять соединиться то есть женщине нужно больше любви именно после кесарева больше поддержки всегда больше признания да от всегда но если это особенно были какие-то травмы то есть понимать что это ну это не какая-то там операция это нелегко тем более женщине тем более на матке женщины которые допустим уже приближаясь к зрелому возрасту годам к сорока не рожавшие что вот с ними происходит ну как показывает статистика и как показывают также вот мои клиентки которые приходят не рожавшие у них очень все плохо на самом деле с физическим и психическим состоянием что это за такой процесс который нужно условно пройти обязательно роды я имею ввиду ну вот женщины которые допустим не рожали долго да то есть я так ну я тоже знаю таких женщин я предполагаю что и мужчины у них тоже не было в жизни ну каких-то вот прямо это ну возьмем допустим такой вариант то есть это получается что женщина в свой объем до этих лет не пускала допустим мужчину или ребенка то есть она у нее она заполняла свою жизнь своим объемом то есть смотрите чем вы заполняли свою жизнь до этого и получается что когда ее жизнь была наполнена только ее энергетикой и и желаниями и и нуждами и она жила вот ну вот все с собой там работала реализовывалась то представляете но не знаю вот когда люди молодые им легче в свою жизнь пустить какого-то человека потому что они еще гибкие потому что ну то есть у них не было опыта не раз и ну как бы и учатся заново а когда у вас уже наработанный долгие годы опыт когда вы живете там не знаю одна и впустить свое пространство даже уже многие женщины они даже мужчин то ну почему говорит не могу найти мужчину так она не готова его пустить в пространство то есть она живет одна для себя и вроде бы хочется мужчину но это же надо ну жизнь менять жизнь менять то есть там то есть он будет жить в этом пространстве вещи его тут будут там я не знаю свою еду есть свою еду есть бритва вообще спать будет рядом мы не знаю включать свет когда ты выключаешь вот и точно так же с ребенком получается что женщина получается не впускали в пространство и у них очень сильно своя жизнь становится прям своя своя и получается что изменить ее это как бы как тоже ну такой разрыв потолка у женщины разрыв шаблонов поэтому нужно соединяться как раз таким женщинам с тем чтобы мысленно и хотя бы ментально как раз вот впускать это в свою жизнь вплетать это потихоньку по чуть-чуть соединяться с этим и и освобождать это пространство то есть что-то убирать какие-то но понимать что что-то из жизни уйдет и привносить как раз вот это вот новое понимать что жизнь меняется но как раз в лучшую сторону и тело просто как бы обычно когда вот ну вот проблема как бы травм вот у таких женщин с родами и так далее это просто потому что ну эмоционально они не готовы впустить потому что у них сильно своя жизнь и это получается очень сильное кардинально и надо поменять вот но я знаю женщин которые там не знаю после 40 вот если начала рожать и там прекрасно там трех детей делает то есть подряд и счастлива абсолютно то есть это вот надо 40 наелась своей жизнью и уже решила ну ладно да да то есть это все у всех по-разному все абсолютно индивидуально то есть не смотрите никого не слушайте когда вам говорят когда надо рожать то есть я не знаю вот нас 24 года уже в старородящие записывают поэтому надо успеть до конечно там 20-летняя девочка и 30-летняя женщина по-разному восстанавливаться после родов но учитывайте именно свой цикл свои биоритмы и мин именно насколько вы готовы впускать в свою жизнь ребенка и вот эту вот новую жизнь что же с ней происходит если она все-таки не родила ну то есть вот неродящая осталась уже бабушка то есть у нее все уже там климакс недетородный возраст совершенно все она не может и что женщины на самом деле вот происходит то есть она получается свой путь то не прошла ну то есть вот таких уточню то есть как бы обязательно женщина родить должна вообще или нет но те женщины которые совсем у которых нет детей насколько я видела у них есть собачки и кошечки и в этих собачек и кошечек вкладывается такая любовь как в детей и на самом деле это чисто мое субъективное мнение ту любовь которую они вложили в собачку или кошечку они вполне могли вырастить там не знаю нескольких детей серьезно и получается у них понимаете какая драма в жизни что вы вложили свою любовь и свой объем из-за своего страха что вы не сможете в животное животное это не человек во первых да ну там вам отвечает любовью но она как бы живет меньше то есть по сути для них это ребенок который умирает подростком представляете эмоционально то есть у них драма жизни это потерять этого питомца то есть человек по сути потратил весь свой объем не на продолжение рода не ну как бы не на детей а вот на питомца при этом есть абсолютно люди которым но женщины даже вот бывают такие уникумы которым действительно не нужны дети не нужно рожать но у них как бы и нет этого как сказать объема и потребности то есть есть женщины которые там не знаю ученые есть женщины которые очень ментальные которым в принципе это не нужно но опять же тут нужно понимать если у вас есть этот объем любви есть этот объем заботы то вы все равно его будете вкладывать и но грустно мне кажется в конце жизни понимаешь что ты все вложила в это не знаю в шпица который умер то есть но если у вас как бы нет объема то как бы не нужно рожать то есть если вы понимаете что вы не хотите это делать то родив ребенка вы же получается если у вас не было энергии на него вы же станете его кушать в том плане что сжать его энергетику сказать что ты мне обязан ты мне должен я вот ради тебя то есть для нее это то есть она ну как бы разрыв ее жизни то есть у нее не было этого объема этой любви этой энергетики на ребенка а получается и когда он появляется отдавать приходится и она отдает как будто бы от своей ну вот прямо от своей поти от своей кожи от своей жизни от своей энергетики от своего куска вообще от всего своего и и ребенок и жизнь ребенка тоже как бы не сладкая то есть там такое чувство вины вешается поэтому смотрите на свои объемы заводите детей когда вы мне вот армен джерханян артист мне очень понравилось как он сказал что заводить нужно людей детей тогда когда у вас любви столько что вы готовы еще кого-то любить вот а когда у вас любовь любви столько что вам хватает только на себя и вы не готовы делиться но не надо но если у вас любви очень много и вы готовы делиться у вас есть энергия на это конечно дети это будет самое логичное продолжение вашей любви энергетики вот как раз подошли к моему следующему вопросу по поводу планирования беременности также знаю по подругам ну много же всяких знакомых слышу слушаю клиенты те же когда они вроде как бы и хотят но вроде и боятся и вот это вот планирование идет как бы надо его планировать или не надо ну то есть когда люди так супер целенаправленно делают детей ну ну типа вот мы сейчас полгода посидим на диете попьем витамины мы не курим не пьем и готовимся как бы к рождению ребенка а у самих страх в глазах типа такие они же отсрочили получается сами себе придумали отмазку ну да но планирование у всех по-разному происходит то есть допустим решение это ведь оно все внутри принимается то есть если женщина внутри для себя приняла решение что она готова то там она конечно может всем рассказывать как она планирует и так далее но она уже готова а если женщина не готова то там хоть запланируйся ну то есть допустим она не хочет то это как бы там у всех судьба конечно по-разному складывается но вообще как бы планирование в том что да ну этому давать внимание то есть именно подготовки и так далее в принципе это ничего там плохого нет но из-за этого как бы планирования считаю что очень многие люди подходят именно тоже к телу как как оболочки как инкубатору как инструменту ну то есть что мы раз и захотели и сделали но очень ну то есть нужно понимать что очень многие люди допустим раз 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 и у них не получается то есть очень часто причем да и тогда вот эти все вопросы всплывают то есть что тело не просто оболочка мы просто это не просто инкубаторы на самом деле очень много запросов как раз на тему почему я не могу забеременеть да обычно я же здоровая почему у меня не получается неоднократно приходили с такими запросами то есть ребенок это соединение двух энергий мужской и женской то есть нужно смотреть и хочет ли мужчина если у него запрос на это то есть учитывать всегда вот эти вот две стороны и и свою также то есть если у вас ну запрос и энергетика на это поэтому планирование но тоже для многих людей индивидуально то есть я считаю что нужно подходить к этому не только если уж планируете то не только с медицинской точки зрения но и с такой то есть есть во многих в африке вот есть племя где мужчина и женщина садятся и поют песню зовут ребенка своего то есть они говорят вселенной что я готов и они поют индивидуальную вот эту песню и вот так вот зовут своего ребенка я призываю к тому чтобы вы просто хотя бы настроились оба и ну и поняли насколько сильно ваше желание как оно внутри зреет и как бы вы хотели чтобы это осуществилось если кто-то из двоих не готов ну как бы не придет ну бывает что не придет бывает что ну то есть уже по-разному они же там в голове иногда говорят что нет а какое-то тайное желание внутри да-да-да это все решит проблемы сейчас поэтому это по-разному вот а девушки которые вот постоянно например вот беременеют и беременеют и беременеют и беременеют но при этом аборты делают что у них такой внутренний запрос идет получается дикий ну я прямо знаю одну женщину которая вот не соврать уже сделала 7 абортов и каждый май я говорю ты как мне кажется это как у некоторых бывает это ведь как мать так аборт это ведь как шанс выйти из какого-то круга то есть ну как шанс что-то реализовать как шанс что-то сделать бывает что человек просто это вот ну есть ведь люди у которых там ну женщина допустим много мужей или там много мужчин они меняют меняют и каждый раз это ведь шанс ну шанс выйти на что-то свое если вы видите что вы ходите по кругу то есть нужно посмотреть ну вот в какой момент вы пропускаете этот шанс шанс увидеть что происходит шанс выйти из этого круга понять что есть другой путь а по поводу еще женщин которые рожают и рожают еще хотела такой момент затронуть по своим клиенткам которые тоже приходят бывает так что ну вот очень часто в современном мире женщина допустим отучилась в вузе пошла на работу потом вышла замуж родила ребенка и в декрете она поняла что это кайф то есть она вырвалась не знаю из офисного плена с нелюбимой работы и поняла что ну это круто то есть она там соединилась своей энергией с ребенком она в любви и когда окончается декретный отпуск она такая смотрит на это дело на свой офис думает не 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 ребята все чего угодно и что женщина делает в этот момент когда все чего угодно рожает второго потому что да снова но часто получается что снова не получается это в лучшем варианте потому что если женщина рожает второго ребенка из нужды того что она что то не сделала по скажем так ну по своей реализации то есть она просто боится выходить на старую работу а новую реализацию пока боится осуществить ну то есть не нащупала не нашла то есть не знаю может быть ей хочется что то сделать такое не знаю менее социальное более творческое но ей страшно вроде как никому не нужно поэтому социально что я могу делать это ну вот родить еще ребенка и так часто получается что ну женщине не приходит второй ребенок потому что ну есть время реализовать себя то есть она может родить не ребенка она может родить новый проект и нужно понимать если вот у вас есть заряд то есть и это даже вообще про беременность то есть очень многие женщины думают что ну как сказать когда у женщины очень много сексуальной энергии и энергии земли ее как будто разрывает у нее дикое желание забеременеть и родить ребенка но возможно это еще и желание просто что то то есть женщина может понять что иногда это просто ну как бы вне контекста нет мужчины нет вообще как бы да то есть она может действительно рождать что то другое что то новое да материализовать это поэтому что дети что работа что проекты это просто ну как бы рождение новой энергии если вы понимаете что у вас есть переизбыток энергии то у вас есть выбор то есть это или рожать детей или или идти на работу и смотреть что актуально в данный момент и последний вопрос даже такой вопрос совет от тебя вот мы затронули тему что девочки готовятся пьют витамины кушают правильно прекращают курить пить как то режим да поддерживают чтобы физическое тело привести в порядок но как им подготовиться духовно именно к зачатию к внашиванию ребеночка к родам то есть я считаю что нужно параллельно с этим какие то уже духовные практики делать что ты посоветуешь я посоветую любые телесные практики любые медитации которые это массажи или это допустим у меня допустим есть семинары где женщина соединяется со своим телом и со своей энергией то есть ищите допустим если вам нужен помощник ищите того кто будет вам по резонансу ну то есть кому вы доверяете действительно для себя тоже ищите какие то практики медитации которые соответствуют вашей природе я допустим вообще не могу в тихих практиках или тихих медитациях то есть для меня танцевальные активные соответствуют больше моей природе поэтому настраивайтесь именно на свое внутреннее состояние ведь ребенок у вас будет внашиваться внутри вашего тела внутри вас поэтому самое важное то что у вас внутри происходит то есть посмотрите вот я еще призываю к тому чтобы женщины рождали детей не для того чтобы ребенок разрешил какие-то ваши проблемы а наоборот перед перед зачатием чтобы вы какие-то свои внутренние блоки внутренние вопросы с телом с эмоциями разрешили чтобы не вешать это на вашего ребенка потому что ему придется с этим жить то есть все что не разрешили вы придется разрешать вашим детям Да, потом сидят 30-летние и плачут у специалистов. Да, поэтому если вы, чем больше вы проработаете с собой, тем счастливее будет ваш ребёнок, и вот эта вот забота и гармония как раз будет происходить, поэтому уделите внимание тому, что у вас происходит внутри, это очень важно, то, что внутри тела, потому что ребёнок, он будет из вас, он выйдет из вас, и он будет со всей вашей энергетикой ещё первые несколько лет своей жизни, то есть все ваши эмоции будут его эмоциями, поэтому он не будет каким-то чудом, который будет решать ваши проблемы, наполнять вас энергией и так далее, он будет отражением вас, поэтому смотрите в себя. Спасибо, Надя, большое, я думаю, сегодня была очень полезная информация для мам и будущих мам, даже я для себя, являясь мамой, и то подчерпнула некоторые нюансы, скажем так. Надежду вы можете найти у меня в друзьях, Надежда Рассохина, также будут все ссылки на группу, на инстаграм и на личную страницу, выложенные, когда я выложу запись эфира и на Magic Scope, все ссылочки будут, поэтому Надежда проводит семинары, мастер-классы, личные встречи, индивидуальное обучение. Спасибо, Надя, большое, что пришла и рассказала, я считаю, что это очень важная тема вообще, как бы даже не столько эзотерическая. Она очень многое замалчивается, она уже не медицинская или психологическая, но не телесная, не эмоциональная. Нам, как эзотерикам, парапсихологам известно, как эмоциональное состояние влияет на физическое состояние, поэтому всё взаимосвязано. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Всем доброго. Всем всего доброго. Счастливо.